Добрый день, Санкт-Петербург, 7 мая. Хочу вам прочитать выдержки из одного указа. А это указ президента РФ от 24 мая 2017 года, номер 236, то есть об утверждении положения об оперативно-территориальном объединении войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Вот в нем есть такой пункт номер 7. Так вот, по решению президента Российской Федерации, соединение и воинские части вооруженных сил Российской Федерации, иные воинские формирования и органы могут быть переданы в оперативное подчинение командующего округом по выполнению задач, возложенных на войска Национальной Гвардии. Это вот пункт А. Пункт Б. Соединение и воинские части войск Национальной Гвардии могут быть переданы в оперативное подчинение командующими войсками военного округа Вооруженных сил Российской Федерации для выполнения задач в области обороны. Так вот, на мой взгляд, самый интересный пункт здесь пункт А. А далее, смотрите, основные задачи ОТО, основными задачами ОТО является поддержание готовности органов Управления Соединения и воинских частей округа поджиненных территориальных органов, подразделений и организаций к выполнению задач мирного времени, а также их боевой мобилизационной готовности на уровне обеспечения своевременного выполнения поставленных задач, участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными правительством Российской Федерации, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористических операций, участие в территориальной обороне Российской Федерации, оказание, ну, короче, дальше там дочитайте сами, если интересно. Я думаю, этого вполне достаточно. А теперь подумайте и доведите это до всех тех, у кого есть дети призывного возраста, это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что очень интересно, чтобы вы это довели до всех военных, а дальше, вот в свете того, что происходит, мы ни в коем случае не намекаем, но поинтересуйтесь, что произошло, например, в Архангельской области в Шиезе, да, там, где полигон решили сделать мусорный, да, что там произошло, и вот смотрите, оно вам надо, и дальше вот вопрос к тем погонникам, которые думают, что там они смогут отсидеться, да, то есть как бы по своим там получили зарплаты, превысили, они по частям сидят, так вот подумайте, сможете ли теперь и вы отсидеться, да, и все-таки на чьей вы стороне, в принципе, будете скоро, потому что есть такое предположение, вот это вот мое оценочное осуждение, что скоро нам всем придется сделать открытый выбор, кто есть кто и кто за что, да, но не надо расценивать меня там каким-то непонятно кем, да, я исключительно за мирные решения вопросов, да, и не я придумывал эти указы, вот в такой формулировке, и не я это подписывал. Ну и далее мы помним о том, что у нас конституция же есть, да, и о том, что не 37-й год, как нам говорит один вот с экранов телевизора, ну а выводы делайте для себя сами, сможете ли вы отсидеться или нет. Ну а ссылочку на данный указ я прикреплю, поэтому читайте, комментируйте, наслаждайтесь. Да, ну и всего хорошего.